Короче, парни, начинается наш выпуск, в этом выпуске вы увидите... Всем привет! Смотрите, дневник фанатов! Такой флаг, который чудом уцелел, да, рижские долговые. Старые люди меня поймут, как он готовился. Эдгар? Эдгар Паврач. Да. Эта футболка с автографом Артема Реброва будет разыграна под этим выпуском, пишите в комментариях. Приехали на матч Партак с Цервеной Звездой поддержать своих братьев. Короче, парни, начинается наш выпуск. В этом выпуске вы увидите, как ребята съездили в Ригу на матч нашей братской Цервеной Звезды. Наснимали, в принципе, прикольного материала. И вторая тема, это сегодня в Найк, в центре, вот я сейчас как раз и был отсюда, в парке Горького. Мы сделали футболку своими руками, подписал ее Артем Ребров, и мы ее будем разыгрывать. Условия мы уже озвучили, чуть дальше смотрите, в конце видео увидите. Смотрите этот выпуск до конца, в принципе, такой он, как так скажем, немного рандомный получился. Мы немного пропали с радаров в последнее время, но, думаю, сейчас, начало сезона, все будет круто. Короче, переходим к выпуску. Смотрите, спасибо, что еще с нами, что нас терпите. Ну и, собственно, погнали! Всем привет! Меня зовут Лев. Так получилось, что парни из Дневника Фана там не смогли в этот раз поехать. Нет, давай. Музыка Читайте правильные книги, и вы узнаете, кто враг футбола. Музыка Мы находимся в старой части Риги, и встретили небезызвестного человека, Алексея Молодого. Как у вас сложилось отношение, что ты поддерживаешь сербских братьев? Как бы где ты был? Что вы делали вместе? Может быть, какие-то движухи? Ну, да, достаточно давно образовался контакт со звездой. Приезжали к ним на матчи, на дерби, неоднократно в Белград с нашими ребятами из Риги, из Венспаса. Всем известно, наверное, что тусовка в КВ это русскоязычные ребята из Латвии. Ну да. В том числе, люди, болеющие за московский Спартак. Как бы у них отличный контакт с ребятами из Москвы, в том числе из Белграда. Ну, как бы уже, наверное, лет нацать мы поддерживаем контакт с некоторыми людьми из Белграда, из Республики Сербской. Приезжаем на матчи туда периодически. И в 2011 году Венспас играл с Цервенной Звездой. У нас был выезд как раз в Белград. Сербы приезжали к нам в Венспас. Да, приличный состав. Да, с того момента мы еще, наверное, большими связями обросли. В том числе те, кто считает сербов братским народом. Как бы русских далеко не везде любят, как известно. Это точно. И как бы сербы одни из немногих, которые относятся к нам действительно по-теплому. Помню первый наш приезд в Белград. То, как нас встречали там сербы, это как бы не какая-то басня, не какая-то сказка, да, не миф. А действительно, нам оказали очень теплый прием. Мы в тот раз очень прониклись этим приемом. Мы как бы и стараемся точно так же встречать сербов всегда. Ну и сегодня, я так понимаю, ты будешь на трибуне? Да, да, мы будем на трибуне. Я надеюсь, что мы попадем на трибуну Звезды. Мы тоже надеюсь. Ходили слухи, что будут пускать туда только по паспортам по сербским. Сегодня ночью вроде как сербам удалось договориться с местной полицией, что будут всех русских пускать тоже на гостевую трибуну. Но как бы мы русские, но не с русскими паспортами здесь, с местными. Билеты у нас есть на ту трибуну. Ну посмотрим. Надеюсь, что нас пустят. Как бы ФКВ, ребята. Вот нас. Сейчас человек десять, наверное. Билеты у нас есть. Мы тоже надеемся. Тут вместе с сербами. Надеюсь, что нас не развернут. И мы как бы окажемся вместе с сербами на трибуне. Ну что ж, я рад вас всех приветствовать в самом центре культуры и спорта нашего города. Это Nike Box MSK. И сегодня мы здесь вам представим новую форму футбольного клуба «Спартак Москва» и компании Nike сезонов 2018 и 2019 годов. Роман Лобнин, Александр Дажаев и Михаил Игнат. Друзья, с нами Павел Шевец. Это заместитель коммерческого директора. Правильно сказал? Да, все верно. Отлично. Три вопроса от болельщиков. Да, есть внимание. Первый вопрос. Почему столько времени Nike? Ну, могу от себя сказать, что мне больше всего нравится Nike с точки зрения комфорта и дизайна. Они всегда подходят к вопросу очень уникально. Второй вопрос. Качели с полосой на груди в том году не было, в этом году сделали на гостевой форме. Ну, опять же, вернусь к тому, что форма на сегодняшний момент это все равно элемент дизайна. Понятно, хочется сделать таким образом, чтобы форма дополняла роль футболиста не только на поле, а вообще. И сегодня много споров идут на тему того, что была полоса или нет. Мы все понимаем, что для нашего клуба это история. История первая. Безусловно, безусловно. И мы никуда от нее не денемся. И, конечно же, будем действовать именно в стилистике самой истории. Но, опять же, сейчас есть другое видение, когда хочется, чтобы нашу футболку... Народ ходил в обычный... Народ носил. Гулял повседневно. Да, повседневно носил. И все-таки поэтому здесь есть нюансы. Я думаю, что полоса в любом случае останется, потому что это наша история. Мы все равно будем двигаться в сторону именно модного и красивого дизайна, чтобы люди носили футболку и все время были с нами и с клубом. Вот сейчас у Nike, я знаю, где мы сейчас находимся, можно сделать форму самому. Да. В потенциальном, не знаю, будущем сделать, например, один матч. И вообще, возможно ли это с Nike, чтобы сделать один матч спартаковский, домашний или какой-то такой выпустить? Ну, я не уверен, что это возможно сделать с Nike. Все-таки это транснациональная компания, у которой жесткий план и правила по разработке формы. И если вы обратите внимание на другие клубы, которые сотрудничают с Nike, у них более-менее есть какая-то стандартная история по предложению, которое они делают для клуба. Идея, на мой взгляд, не лишена здравого смысла. Почему бы и нет? Надо подумать и, может быть, когда-нибудь вы могли бы это сделать. Отлично. Спасибо вам большое. Какой-то предболельщикам можете передать? Ну, болейте за «Спартак», будьте с нами, ходите на стадион. Скоро уже начало сезона. Все, в эту субботу, да, мы стартуем. Я надеюсь, что мы станем в этом году с чемпионами. И не только в этом. Кипяток. Здорово. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Банальный вопрос, наверное, предстоящего сезона Пришел к тебе еще один друг по «Белый-голубым цветам», так скажем Ты не представляешь, как я его Дотащил? Можно сказать, что ты повлиял Хотелось бы в это верить Команда нормально встретил Кого? Саша А я даже не был в команде еще Спрашивал про него, что Он потихоньку адаптируется Все идет своим чередом Скорый матч с «Динамо» С «Самедов» тоже Возьмем 4 игрока Ты, Ташаев, Самедов Почти полсостава Против «Динамо» Ты особо настроен? Комбаров А, еще комбаров На туре 5 Полсостава 5 игроков Что ты думаешь? Ну, что? Это футбол Бывает, да? Это футбол, конечно Мы рады, что ты вернулся Все очень переживали Просто, что ты от нас Можешь слинять Куда-то тебя сватали Все нормально, да? Стоимся в клубе Хорошо, Ром Можешь передать привет болельщикам? Всем привет Смотрите дневник фанатов Хочу сказать Всем огромное спасибо, кто поддерживает Кто пишет мне в соцсетях В разных Поддержка бешеная Бешеная поддержка Абсолютно, да Приходите на наши матчи Я знаю, что уже на Оренбург вам все билеты проданы Там будет Чума, да Приходите, поддерживайте Болейте за нас Будем нас радовать Все понятно? Кто не послушается Рома на ковер, да? Давай, Василий, все дайте Всем писк Едем в Юрмалу Немножко отдохнем Покупаемся Снимем небольшой репортаж о КБ Риге Ну и возможно Возможно там будет Футбольный матч По пляжному футболу Тоже КБ Рига играет Там местные ребята Вот Ну попробуем чуть-чуть заснять Это Ну как бы Одни наверное Самых Старых фанатов КБ Рига Максим точно Максим Небесный Ну помладше Александра Макс Как давно это было Первый матч И Ну расскажи про него Как ты попал на футбол Как познакомиться с Спартаком Едем Это было Для некоторых В очень далеком 87 году Это был матч Я родился как раз Это был матч На первенство Советского Союза 1-16 финала Когда в Ригу Приехал Спартак Москва Я пошел туда Будучи Как и все Большинство Так скажем Ребят Которые жили в то время В Риге Поболеть за Даугу Да Я знал за пару дней Что я посещу эту Игру Поэтому Ночь перед игрой Я провел В таких Дизайнерских работах Тех времен Давайте покажем Да Я сделал вот Такой флаг Который чудом уцелел Да Рижские дауговые Старые люди меня поймут Как он готовился Да Это был 87 год Да Это был трафарет видимо из бумаги Нитроэмаль И кусочек Какой-то старой простыни Да Вот с таким флагом меня провели На центральный сектор Да Это был первый матч По-моему 1-16 Сейчас это выглядит вообще по-детски И очень смешно Да Да Вот такой остался артефакт И Игра получилась интересной Спартак выиграл 2-1 А Гол ворота Спартака забил Старков как Сейчас это покажется Да Достаточно интересным У тебя по этому поводу По-моему Есть второй артефакт этого матча Давай мы его покажем Он в единственном экземпляре Он не продается Если кто-то собирает Да К сожалению только один Тогда не догадался Да Это программа к этому матчу Да Стоило копеек 10 наверное Вот Арбитры были из Баку Из Тбилиси Все как бы по-честному Весьма было Судейство Да Соответственно Сохранился Вот Билет стоящий 10 копеек На эту встречу Запомните 10 копеек Да 10 копеек Да И с задней стороны Я даже зафиксировал Естественно Результат матча И кто забивал Видите Пасулька забил Старков И в концовочке В свои воротах Болист Дауговой забил 2-1 таким образом Спартак выиграл Ну и Тот Как бы матч оказался Переломным Для меня лично Потому что я впервые увидел Что болеть можно по-разному Приехал целый сектор Фанатов Спартака Я впервые увидел Что Можно Приходить на футбол В розе Да Ну там самодельные Вязанные Тяжелоспомники не были Но они были в очень массовом Массовом Как бы Характере Да Потом Были Очень много флагов Было очень много Кассовых лент Которые кидали И когда Спартак забивал Это все в то время Производило Ну Неизгладимое впечатление Что так можно болеть И После той игры Вопросов За кого болеть По крайней мере Высшей лиги Советского Союза У меня не осталось никаких Как сейчас живет КБ Рига Само движение Ну где-то уже Более-менее сформировалось В середине девяностых Да Когда оно обрастало Уже друзьями Друзьями друзей И так уже окончательно Сложилось Наверное к девяносто девятому Когда мы Поехали на матч Россия Украина В Москву Да Участвовали в турнире ВВ Да Который Большинство Чтобы все понимали Это фанатский турнир Как бы от ранее Такого портала Да Мы соответственно Тот турнир даже выиграли Да Нас был человек 8-9 С КБ Риги Ну вот с тех времен Наше движение уже можно так сказать Оформилось что-то Такое более понятное И глобальное Вот видите Я опять же Как молодой фанат Мы Стараемся Как КБ Рига Пробивать Пробивать Очень много выездов Не важно это будет Шайба Футбол Или прочее Да То есть Постоянно вижу На МХК И на ХК Вот опять же да У нас диктор Диктор очень хороший Постоянно видит Да То есть мы Просто стараемся Соблюдать Традиции Спартака И мы как Прибалтийское движение Спартака Пытаемся пробивать Выезда Во благо Во благо клуба То есть Даже были когда Такие же истории Когда мы Видели что Спартак хоккейный Загибается Мы все равно Ездили туда Потому что это Часть нашей души То есть Если бы В любом В любом формате Спартак бы умер То Умерла бы Часть нашей души Поэтому мы До сих пор Типа делаем вещи И мы стараемся Показать что мы Такие же фанаты Да там то есть Мы конечно не как Московские фанаты Которые ходят Каждый день на трибуну Но Мы все равно Часть своей души Отдаем Спартаку Ну классно Спасибо вам огромное За небольшой рассказ Формат нашей передачи Не позволяет Большое интервью Давай брат Спасибо Спасибо Все А мы Смотрите Болейте за Спартак Выгоняйте на выезда Смотри дневник фанаты Ставьте лайки Дизлайки не ставьте Давай брат ты Мы Подведем небольшой итог Мы Два дня пробыли здесь Побывали на матче Цервена Звезда Спартак Взяли интервью У гендиректора Спартакса Поговорили с Алексеем Молодым Сделали небольшое Участвовали в проходе Сделали небольшое там Видео С зарядами Цервена Звезда Сегодня мы Пообщались Вот с ребятами Из КБ Рига На берегу Где они Проводят по вторникам И четвергам Свои футбольные матчи Между собой Ну Я думаю Что Конечно мы Может быть что-то и не так делали Ну вы нас не осудите Всем пока Увидимся Короче Парни Заканчивается наш день В Найк центре В парке Горького Мы отлично провели время Посмотрели на форму Постарались пообщаться С нашими гостями В принципе С кем возможно было С всеми пообщались Все это видели И давайте к основному Мы сделали две футболки Первая футболка Ну то есть это футболка Хендмейд Своими руками С всякими тут Логотипчиками Фратрия Эту футболку Мы будем разыгрывать В инстаграме Фратрия В социальных сетях Фратрия Это вы все увидите у них За их новостями Так скажем Все будет скоро Поэтому Подписывайтесь на Соц сети Фратрия И дальше Футболка наша Дневника фаната Тоже сделали В принципе Как могли Эта футболка С автографом Артема Реброва Будет разыграна В этом Под этим выпуском Пишите в комментариях Давайте Не знаю Пишите в общем К первому туру С Оренбургом Какой-нибудь Не знаю Заряд Стишок Не важно Мы выберем это Рандомным способом Как мы вам еще обещали Разыграть Уругвайские всякие Уругвайский мерч Это мы сделаем Обязательно Чтобы получить эту футболку С автографом Артема Реброва Вам нужно будет Написать В комментариях На нашем канале Ютубе Как сказал Стих Заряд Какую-то песню Мы Рандомным способом выберем И победитель получит эту футболку Я думаю это будет Отличный Подарок в коллекцию Ну всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Пишите теперь комментарии Ну и соответственно Обязательно ссылочки Все будут внизу Впереди матч с Оренбургом Все на футбол Впереди новый сезон Где Спартак Наш должен стать Собственно чемпионом Всем спасибо И до встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр